Всем привет! В Украине ситуация сложная с электричеством. Инверторы и аккумуляторы имеют способность заряжаться и разряжаться. К сожалению, разряжаются они быстрее, чем заряжаются. Как можно еще дома согреться? Один из вариантов. В общем, у нас есть электричество непостоянное, а газ у нас пока вроде бы есть. Значит, что можно применить? На газовой плите вы все равно готовите еду, газ у вас горит, значит, вытяжка у вас должна быть проверенная, хорошая тяга должна быть дома. Обязательно, это обязательное условие использования газа, чтобы хорошая была тяга, чтобы у вас угарные газы все уходили в вентиляционную трубу, специально предназначенную для этого. Вот. И единственное, еще как согреться можно, значит, если нет света, в комнате, в одной можно выбрать какую-то комнату. Это может быть кухня. У многих сейчас кухни переделаны в студии, там где и кухня, и кровать, и все остальное. В общем, что я предлагаю. Понятно, что будет много критики, там этого нельзя делать, но мы тоже доверяемся, потому что бывает света нет. По 24 часа и по 18 часов аккумуляторов не хватает, инверторов. Значит, есть вот такие вот болванки железные, можно их найти на блошинном рынке, там где продается металл. Вот такой вот толщины, это со старых весов. Вот такие вот, вот такой вот толщины, это чугунная, я так понимаю. Вот у нас вот такие вот, 5 килограмм. Можно найти вот такой вот еще лист. Что мы делаем? Я ставлю лист на конфорку. Ну, понятно, предварительно поджигая конфорку, ставлю лист на конфорку. И на этот лист я могу еще положить дикий камень. Вот такой вот дикий камень. Понятно, что много налаживать не нужно, а вот дикий камень, он очень хорошо отдает тепло. Потому что многие показывают силикатные, ой, не силикатные, кирпичи, которые покупают там специальные кирпичи, которые не боятся температуры. Вот, но они, они очень вредные, они выделяют всякие химические вещества. Вот, а вот такое вот приспособление металл. Можно положить вот эту болванку, можно положить вот эту болванку. Я ложу, вот так ложу, на эту болванку я ложу. Вот это тут кирпич, камень природный. Вот так вот это выглядит все. Поджигаю, и на эту горелку могу вот так ложить. Вот могу просто, просто так вот обычный камень. И можно на третью горелку, на маленькую можно еще вот так положить. И вот эта вся конструкция, когда ее включаешь, отдает очень хорошее тепло. То есть она постоит час, час-два, помещение, студия или кухня, у кого там большая кухня, нагревается очень хорошо, очень хорошо отдает тепло. Вот. Камень природный, кусок металла, такой кусок металла. И все, включаете, обязательно, чтобы у вас тяга была хорошая. Подключаете, и вот таким вот способом можно дома согреться. Такой вот один из вариантов. Все, всем тепла, добра и мира. Все, пока.